Итак, друзья, всем добрый вечер. Добавим голоса в нашу трансляцию. Меня зовут Алексей Беляев. И мы начинаем походу абсолютную весовую категорию на чемпионате Евразии ГИ-НОУГИ. В данном случае это абсолютная весовая категория в ГИ, как вы можете заметить. Иван Комур с красным поясом и Фомичев Михаил с синим поясом. И, собственно, схватка уже началась. Я тут бегом с пылу с жару, что называется, с корабля на бал. Еще не разобрался, что к чему, но вижу, что Иван работает на проход гарда и, очевидно, ищет рычаг локтя. Хотя нет, север-юг его тоже устраивает. Сразу хочу сказать, что сегодня с вами буду болтать и я, и мой коллега Степан Анискин. Да, у нас здесь очень много дел, поэтому мы будем друг друга время от времени заменять. А тем временем Иван Комур переходит в позицию сайт-контроль, зарабатывает 3 балла за проход гарда и ищет по ходу удушения север-юг или нет, не ищет. Пока не ищет. Ну а пока в кадре все более-менее статично. Зададим пару вопросов всяким интересным людям. Женя Борис, что сегодня было интересное? Чего я пропустил? Ну, на этом турнире, на моей памяти, на моей памяти, она у меня еще пока... Она еще меня пока не подводит. Был самое большое количество участников так называемого параджитсу. И ваш покорный слуга, собственно говоря, отработал все эти схватки. Было масса категорий среди мужчин, женщин. Вот, схватки местами были интересными, местами техничные, местами спортсмены с ограниченными возможностями выдавали такое, что, скажем так, им бы позавидовали в техническом смысле некоторые спортсмены, которые борются в тяжелых весах, да. Было-было на что посмотреть. Ну, шикарно, я смотрел. Красивый зал у нас сегодня. 12 ковров. И, если мне не изменяет память, сегодня абсолютно весовой категорией будет и в ГИ, и в Ноу-ГИ. Ты не в курсе? Совершенно верно. Вот мы наблюдаем первую схватку. Эксперты, ГИ, пожалуйста. А как же абсолютно без Ноу-ГИ? Сами понимаете, весь, вся прелесть именно в Ноу-ГИ. Разрешенные приемчики интересные, для этого многими из нас не освоенные. На это всегда приятно смотреть, интересно. Эти схватки более динамичны, чем в ГИ. Мы ждем от этого, особенно от легких и средних весов каскадов специфических техник, скажем так. Вот. Я думаю, это будет очень интересно как специалистам, так и просто людям, зашедшим на наш канал, посмотреть это спортивное действие. Ну, а пока Женя Борис вам тут втирал что-то. Первая схватка в абсолютке закончилась сабмишином Хлеборецкой и побеждает Иван Комур.